Пятое требование. Мы всегда должны быть настороже и всегда не позволить тому, чтобы уйти назад или как-то отойти назад. Всегда быть настороже, чтобы вера не ослабевала, не ослабла или же полностью не разрушилась. В оригинале используется слово, которое означает потери, разрушение. Потеря всего того, что у нас было, либо могло бы быть. И теперь мы перейдем к описанию этой веры, которую мы должны так хранить с ревностью или ревностно. Можно сказать, ключ сердца вообще или суть веры. Что такое вера? Мы уже знаем это определение с Евреем 11.1. Вера осуществления ожидаемого. И уверенность в невидимом. Вера осуществления ожидаемого или осуществления того, чего мы надеемся. И уверенность в невидимом. Какой-то вопрос? Не позволить тому, чтобы вера уменьшилась или ослабла. Или же, чтобы вера разрушилась. И как в оригинале это звучит, потеря, разрушение, уничтожение. Не позволить тому, чтобы вера уменьшалась или чтобы вера разрушалась. Потеря не позволить тому, чтобы потерялось, утерялось все то, что у нас было. Или же то, что могло бы быть. И это уменьшение веры. Этот момент очень важен. Это означает, что вообще мы можем все утерять. И вот это определение веры с Евреем. Вера осуществления ожидаемого и уверенность невидима. А в другом переводе это звучит так. Вера означает то, что у нас абсолютная уверенность в том, что мы надеемся. Для того, чего надеемся. И также уверенность, ясность, определенность в том, что мы не видим. И также Павел говорит об этом в 2 Коринфянам 4, 18. Мы сосредотачиваемся не на том, что видимо. Но на том, что невидимо. Потому что все то, что видимо, временно. А то, что невидимо, вечно. И мы подходим к этому снова определению. Уверенность невидима. И сразу возникает вообще вопрос, как вообще быть уверен в том, чего я вообще не вижу. Но снова, это просто наша перспектива, как мы на все смотрим. Является ли это Божья перспектива, либо человеческая перспектива? И как Павел сказал, сосредотачиваемся не на том, что видимо, а на том, что невидимо. И когда мы думаем вообще о вере, на чем нам надо сконцентрироваться? Не так слишком уж на видимом, но на том, что мы не видим. И то, что мы не видим, это то, что видит Бог. Это Божья точка зрения. Как Павел сказал, вот мы видим этот стол, мое тело, эта комната, это... Это все временное. Временно, и все это исчезнет в какой-то день. А то, что мы не видим, то, что Божье, это вечное. Как мы можем надеяться, как мы можем ожидать то, во что мы не верим? Если мы похожи на Саддукиев, которые также описаны в Писании, если мы не верим в воскресенье, то как же у нас будет вера в будущее воскресенье, воскрешение мертвых? Если мы верим, что Царство Божие где-то там, на небесах, то как вообще у нас может быть вера в нашей жизни, здесь, в нашей земной жизни, на земле? Как Ишуа сказал, что здесь будет Царство. Нам нужно видеть события, происходящие в духовной реальности. Возможно, это сложно так звучит, Но, с другой стороны, не так все уже плохо, не так все уж сложно. И дальше мы это увидим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но, с другой стороны, как у нас может быть вера, если то, что мы видим, не может нам вообще дать уверенность невидимым? И поэтому видимые вещи не могут нам давать настоящую уверенность. И то, что мы видим в Божьей работе, в Его творении на земле. Поэтому Божье творение, то, что Бог создал на земле, какую-то степень уверенности может дать нам в невидимом мире. Возможно, это не так ясно, не так понятно. Надо это прояснить. Когда я вижу Божье творение, что Он вообще делает по земле? Тогда это дает на меня уверенность, что Бог что-то может сделать, то, чего я никогда не увижу с физическими глазами. Нам нужно понимать достаточно о Божьей силе, Божьей власти, для того, чтобы мы смогли доверять Ему, так, чтобы у нас достаточно была убежденность в сердце, и когда бывают ситуации, что мы чего-то не видим, мы знаем, что все возможно для Бога. И как я раньше говорил уже, у наших прадоцов было убеждено сердце, что Бог сделает все, как обещал. Потому что Он Бог, Бог есть Бог. Не из-за того, что они что-то видели или не видели, не из-за физической реальности, которая вокруг них происходила, но потому что у них было познание Бога, о Боге. Это помогало им понять, да, Бог может. OK, it was this fact that the elders, the leaders, held firmly and without wavering to their expectations and convictions as to the absolute faithfulness of God to carry out His stated will and purpose. It's too long. И когда я говорю старейшины, лидеры, это те, которые писали Писание, Библию, Танах. Как мы можем иметь веру, если вещи, которые мы можем видеть, не вставят в нас уверенность и вероятность в том, что мы не можем физически видеть. Итак, мы должны иметь веру, когда мы смотрим на вид. В другом случае, я могу сказать это так, потому что это как-то разнообразно. Поэтому у нас должна быть вера. Когда вера должна появляться, вера должна содействовать вере. И когда мы смотрим на физический мир, на творение Божие, и это должно у нас уже созидать уверенность в том, что Бог может делать в невидимом мире. Я понимаю, что некоторые из этих трудно понять. Но, по крайней мере, нужно попытаться и, как бы, за суть главную, ухватить, ухватиться за главную истину. Именно этот факт помогал этим лидерам, героям библейским быть неуклонными, быть непоколебимыми в своей надежде, в своих ожиданиях, в своих убеждениях. В убеждении в том, что Бог абсолютно верен. И что Бог исполнит свое обещание, исполнит свои цели. И именно на этом основании они строили. Это стало основанием их веры или их надежды на Бога. Мы это можем читать в Писании. В книге Иуда, послании Иуды. И как там в одном предложении сказано, вера однажды, переданная Отцам, или преданная Святым. И как мы раньше сказали, эта вера не та вера, которая основывается на доктринах. Это вера, которая основывается на личном убеждении, убежденности. Нужно понять, что есть разница между этими двумя. И как я сказал, можно иметь доктринальные основы веры. В основном, что можно сказать? Ну, такое знание, своими мозгами, своим разумом, что ты до чего дошел. Но потом такое знание, оно не превращает, как бы не переходит в нашу жизнь практическую. Но с другой стороны, если мы убеждены, внутри себя убеждены в том, что Бог может, то только тогда это становится основанием нашей веры, которая делает дела, творит что-то, поступки делает. Кажется, это Иуда, третий стих. Как там говорится, дорогие друзья, возлюбленные, я был занят тем, что я писал к вам о том спасении, которое у нас общее. Что я вижу это необходимостью сказать вам и наставлять вас, побуждать вас для того, чтобы вы предложали идти в ревности, в ревностно, с той верой, которая однажды была передана всем Божьим людям. Поэтому это то, что было дано нам. И позже мы будем говорить о различных видах веры. И одна из таких вер, это вера Божия, или та вера, которая приходит от Бога. Божия вера. И что Иуда говорит? Для того, чтобы понять, что такое спасение, нужно понять это обетование о вере, которое было передано отцам и через отцов. Дальше. Поколениям. Мы можем читать вот эти истории о людях, которые понимали этот принцип. И также у нас благодаря этому возникнет чувство безопасности и надежности, чувство охраны. Что вот это обетование Мессии было дано в самом начале, очень давно, в Писании. И как в Матфея 1, 21, читаем мы. И она родит Сына. И ты назовешь его Ишуа. Что означает, что Господь спасит. Потому что Он спасет народ свой от своих грехов. И мы видим, что Мириам поверила Ангелу. И благодаря тому, благодаря ее вере в невидимое, и благодаря ее вере в способность Бога это совершить. Как можно веру вообще получить? Или как ее достичь? В веру. Это, можно сказать, вторая часть нашей темы. Это важный вопрос. Хорошо, ну, это одно дело знать, что вера есть. И даже знать, что такое вера. А как вообще получить эту веру? Очень хороший ответ можно найти в Римлянам 10, 17. И поэтому вера от слышания и слышания от Слова Божьего, или слышания от того, что говорят о Мессии, или как провозглашают о Мессии. И здесь это слово «слышание» или «слушание», другими словами, «быть проинформированными», или «принимание информации», «принятие информации». И источником этой информации должно быть Слово Божье. И поэтому веру можно приобрести только, когда понимаешь Слово Божье, или же ты слышишь Слово Божье, тебя Слово Божье информирует. И мало, вообще, не очень большая связь тут прослеживается с человеческими словами, с тем, что человек говорит, что люди говорят. И ни у кого бы из нас не была настоящая вера если бы мы слушали и принимали разные идеи, идеологии, которые люди придумали. Многие люди были свои теории на протяжении всех веков, на протяжении всей истории у многих людей были свои какие-то теории. теории о том, что Бог имел в виду в этом случае или в том случае. Если послушать одну из таких теорий, это вообще можно прийти к другому выводу, что у Бога, можно сказать, нет никакого смысла, или он вообще иногда запутывается, не понимает, что делает. Бог не знает, что он делает. Здесь, можно сказать, это как предупреждение для нас. Много чего говорят. Я говорю много. Но истинный источник, тот, на котором нужно основываться, это Слово Божье. И Слово Божье — это только, когда мы его слушаем, либо читаем. И мне интересно, что источник веры — это слышание. и не настолько, как само чтение, вера от чтения. А вера от слышания. Поэтому это повлияло на некоторые вещи, как я делал все много лет назад, перемены такие произошли. И получается такой пример, что это была до такой степени, что раздражало всех в моем доме. А, я начал читать Писание вслух. Потому что очень часто бывало такое, брал Библию и читал. Но потом, когда я читал уже Писание, то я и вслух произносил все то, что я читал. Есть ли у вас это выражение «Тихое время с Богом?» А мое тихое время с Богом теперь уже не такое уж и тихое. Я увидел, что это помогает мне очень укорениться в Писании. Потому что я делаю две вещи. Во-первых, визуально я читаю Писание. Поскольку я еще говорю, плюс еще и слышу сам. Можно сказать, это двойной вход информации происходит. И даже где-то в Библии говорится такая идея о том, чтобы не только читать, слышать, но и произносить. Писание вслух, как в книге Ездры. Там ситуация такая была, священники и левиты вставали и читали Писание вслух. Именно в тот момент народ начал понимать, в чем же вообще речь. И также интересно очень в книге «Откровения». «Откровение 1.3». Блажен читающий и слушающий слова пророчества. «Откровение 1.3». Поэтому читающий и слушающий. И очень важно, да, это тоже знать. «Откровение 2.3». Когда мы слышим слово, тогда наша вера увеличивается, растет. «Откровение 2.3». Что происходит, когда люди начинают заглядывать в Писание? Читать Писание? «Откровение 2.3». Очень интересно, даже когда в наше время некоторые проповедники начинают читать какие-то отрывки с Писания. Поскольку у них, у самих есть проблема в этой сфере, то очень часто они на этом зацикливаются. Некоторые из таких событий, таких вещей, то, что звучит не очень красиво, мы санитизируем. Мы это почищаем. Мы очищаем. Почищаем. Но в практике, что ты имеешь в виду? Практически, что я имею в виду? Если у них проблемы, то что они будут читать? Как они будут читать? Да, если у них проблемы, то что они будут читать? Допустим, в Ветхом Завете, там, израильтянин должны были войти, и все народы уничтожить, от мала до велика. И они начинают пропускать эти фразы, эти стихи, потому что это так жестоко звучит. И это вообще так неприятно выглядит со стороны. Когда Бог говорил им, идите в Ерихон и никого не оставьте в живых. Ни животных, ни мужчин, ни женщин, ни детей, всех нужно убить. И можно только представить себе такое. Что это означает, допустим, мать с грудным ребенком, и их нужно было мечом убить? Ну, это такая реакция, которая возникает у множества людей. И поэтому, можно сказать, про санитарию приведут в этих мест Писания, почистят, ну, что-то упустят, что-то прочитают, что-то не прочитают. Есть и другие такие примеры в Писании, например, в наше время, когда Библия очень ясно говорит по поводу гомосексуализма, об этом не проповедуется. Люди боятся проповедовать об этом. В Швеции одного мужчину посадили в тюрьме за эту проповедь, потому что он проповедовал против гомосексуализма. Поэтому у нас такая тенденция соблюдается, если не будем насторожать, то так и нас унесет с потоком. То, что не приемлемо для нашей личной какой-то доктрины. Мы это, можно сказать, одухотворяем, делаем таким духовным. Вы понимаете это? Или я нужно объяснить? Нет? Например, все обетования, данные Израилю в Библии. И если взять эту теологию замещения, или доктрина, называйте, как хотите, можно сказать, тогда вы это одухотворяете и применяете эти обетования к церкви, то есть обетования Израиля, обетования к церкви, все одухотворено. И таким образом евреи, Израиль где-то в сторонку отходят вообще. И таким образом больше никакой части им во всем нет. И так далее. Есть множество различных людей, которые выдвигают множество идей в отношении Писания. Но все это идеи человеческие просто. Если ты не соглашаешься со мной, и если так уж случилось, что ты принадлежишь к моей церкви или к моей общине, то я тебя исключу. Вот такие ситуации бывают в наше время. Политически корректный термин у нас такой появился. Этот вы понимаете, этот термин и название. Что-то мы не говорим, потому что это политически некорректно. Что мы вообще делаем? Просто мы идем вместе с миром в одном потоке. Мы больше мир не изменяем, не влияем на мир. А мы преображаемся в образ и подобие мира. Я думаю, что церковь Ишуа должна изменять мир, а не преобразовываться по образу мира. Да, не переживай, что там Бог говорит. Нам нужно быть политически корректными. Нам нужно преклониться перед волей человека и как бы отставить волю Бога в сторону. И тогда у нас другой вопрос возникает, сами себя спрашиваем. Почему так много духовной темноты? Это потому, что мы не следуем Писанию. И не проповедуем Слово так, как его следует проповедовать. И если мы не проповедуем так, как его следует проповедовать, то тогда у нас не будет веры. Потому что вера приходит тогда, когда слышится, или вы слышите незагрязненное и чистое Слово Божие. И во всей истории Бог говорил к людям и говорил через людей, многих людей. И много различными способами. В многих ситуациях это было. И по многим темам. И поэтому множество идей и различных идей появилось в эти времена. Особенно появились эти идеи, появляются, появились от тех людей, которые хотят привлекать внимание к себе. потому что такие люди хотят быть оригинальными и хотят отличиться от толпы. Уникальными быть. И очень они такие становятся искусствами, как это все говорить, как это все рассказывать, передавать. Как простые вещи вообще усложнять до неузнаваемости. Потому что, если это все так просто, то все поймут это. И тогда они не будут нуждаться во мне. Я же должен им это все объяснить. Если они не будут нуждаться во мне, чтобы я им все это объяснил, у меня аж работы тогда не будет. По этой причине следует быть очень осторожными. Осторожными. Что мы принимаем? Все испытывать. Как слово говорит. Испытывайте все. И к этому я также себя причисляю. Не верьте всему тому, что я вам говорю. Если вы не найдете этого в Писании. Окей? 1 Иоанна 4, 1. Можете просто отметить. Дорогие друзья, не верьте всякому Духу, но испытывайте Духов, чтобы проверить, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. 1 Фессалоникийцам 5, 21. Испытывайте все. И хорошего держитесь. Очень важный момент. Иногда люди, которые не совсем честны или не совсем достойны доверия, скажут какие-то хорошие вещи. Поэтому не всегда все нужно отбрасывать, выбрасывать. Но все нужно испытывать. И держаться хорошего. Окей? Когда я кушаю мясо, я кушаю мясо, и я кости оставляю. Собаки оставляю кости. А собаки у меня нет. Это, можно сказать, постоянное такое качество, которое можно найти в Писании. И мы должны осознавать, что Писание... We have to or we don't have to. We have to be careful that we don't begin to interpret Scripture into our own way of thinking. Нужно тоже быть осторожным в том, чтобы Писание не преподавать со своей точки зрения, со своей позиции, своего личного опыта. Это постоянно такая битва происходит, такая борьба. Уже такие очень много различных идей существуют. И как Писание говорит нам, сравнивайте Писание с Писанием. So, when we're reading, we need to do that. So that our faith is built on a strong foundation. И нам следует это делать. Когда читаем Писание, так же и поступать, чтобы было прочное основание. чтобы нам не улететь куда-то какие-то заоблачные духовные дали, высоты. В моем служении я очень много таких мотыльков встречал. Летуны, и которых ноги вообще не на земле где-то летают. Божье Слово очень ясное. Очень четкое, очень точное, конкретное. И позитивное. И оно последовательное. Оно не говорит как бы одну вещь сейчас, потом что-то другое переключается, противоречивое что-то. не было ни одного раза, чтобы Бог сам себе противоречил. Так же своих планов он не менял. Он о себе говорит, я Господь, и я не изменяюсь. это очень истинно, и это очень хорошо подходит к нашим временам, так же самое, как это было в те времена. И иногда вот эта честь, которая выпадает, изменяет слова Божьи в то, что мы думаем, должно быть вот именно это проблема, которая возникала в всей истории. Менять слова Бога на то, что мы думаем, то, что мы считали бы лучше было бы в этом случае. мы помогаем Богу в кавычках изменяем Его слова и мы думаем, нет, ты должен был это так сказать, а не так. И поэтому такие проблемы возникают. Пойдем.